Найти промежуточные точки на контрольных пунктах, расположенных вдоль берега протяжного. На помощь в выполнении задания – карта. Настоящий квест проходили команды в рамках открытого первенства «Орфеоцвнеев» по водному спортивному ориентированию. На каждом плавательном средстве – специальный чип, который фиксирует время прохождения дистанции. В захватывающих соревнованиях участвовали не только взрослые, но и дети. Соперников разделили по разным категориям. Все участники разделяются по типу плавсредства. Это байдарки, каяки, либо сапборды. И по типу команд – это, соответственно, по полу. То есть мужские команды, женские команды или смешанные команды. Также отдельной категорией идет – это родители с детьми. Таких довольно-таки много. Участники соревнования на озере состязались не только в быстроте прохождения дистанции, но и в навыках навигации, умении работать в команде и принимать стратегические решения. Каждая команда или участник пытается найти оптимальный баланс между скоростью и точностью, чтобы успешно пройти все контрольные точки. Азарта добавляли различные вызовы и испытания, изменение течения или даже неожиданной ситуации на трассе. Дружественная атмосфера среди спортсменов помогает поддерживать высокий уровень мотивации и духа борьбы, даже когда конкуренция становится все более острой. Соревнования на озере не только проверяют физическую выносливость участников, но и развивают их умственные способности и навыки. Необходимо быстро анализировать карту, принимать решения на ходу и коммуницировать с партнерами, чтобы успешно завершить задание. В конечном итоге участие в таких соревнованиях приносит радость от результата и позволяет проводить время на свежем воздухе. Оценить свои силы, пообщаться с друзьями, по возможности победить, но это не обязательно. Хотелось бы победить. Открытое первенство получило признание как возможность для спортсменов проявить свою выносливость и мастерство и как хороший способ провести время на свежем воздухе с семьей и друзьями. Подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, стимулируя интерес к водному спортивному ориентированию и способствуя развитию спортивной культуры. Ульяна Крылова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.